Ассаламу алейкум, почему у тебя через каждое слово Кадыров, Кадыров, кто-то без него, я в отличии от Кадырова, Кадыров, то Кадыров, это в алейкум, ассалам. Ассаламу алейкум, почему ты не говоришь объективно о Чечне, сейчас не курят, не пьют, множество женщин надели хиджаб, кого бы ты из себя не строил, душонка, у тебя подлый, язык мерзкий. Я не за Кадырова, но твое поведение и слова очень мерзкие, лжешь как дышишь. Кадыров всегда открыто критиковал политику Израиля, где ты до этого момента был, говорит Амин. Вот как раз таки это вопрос Кадырову, почему до этого он критиковал, как ты говоришь, политику Израиля, а сейчас вдруг ему стало боязно это делать, в чем проблема? Почему и дальше он не продолжает так же критиковать, не вырезая свои слова, не удаляя видеоролики? И пускай дальше критикует, пускай бомбит словесно, пускай делает свое дело, но он ведь не может этого делать, потому что кое-где ему за это, видимо, дают по голове. Ассаламу алейкум, почему у тебя через каждое слово Кадыров, Кадыров, кто ты без него? Я в отличие от Кадырова, Кадыров, то Кадыров это в алейкум ассалам, потому что Кадыров это сегодня актуальная проблема для нас, для нашего народа. И мы говорим о Кадырове? Абумансур. Я не знаю, ты из нашего народа или нет, но если ты из нашего, ты должен понимать, почему сегодня все говорят о Кадырове. Собаке не понять мудрость льва. Аллах, эхтубайл хабрат тумсо. Амин, Аллах, рейс халил. Асламбек Гендер Гноевский. Может, какой-то процент и критикует Кадырова, но подавляющее большинство за него, и это видно, когда ты живешь в Чечне, ездишь по селам, городам, общаешься с людьми. И именно поэтому у меня есть информация, потому что я жил в Чечне, ездил и общался. Я прекрасно знаю, как у нас Кадырова любят. И ты это тоже прекрасно знаешь, только бы ты здесь не лгал. Кадырова это тот человек, который, когда появится возможность, то его ждет судьба Каддафи. Вот как Каддафи, как оказалось, как его любил его народ, когда его тело пинали по улицам столицы. Вот так же и наш народ покажет, как он любит Кадырова. Почему ты не говоришь объективно о Чечне? Сейчас не курят, не пьют, множество женщин надели хиджаб, безопасно ездить, люди занимаются бизнесом, живут себе спокойно. Мне кажется, ты должен говорить правду, тогда тебе будут верить. Это кто-то под ником Итрандира Эрландура, походу, пытается его дискредитировать. Почему я не говорю объективно? Я как раз говорю объективно. Как раз таки я говорю объективно. Сейчас не курят, не пьют, множество женщин надели хиджаб. То, что не курят и не пьют, это, конечно, ну, это, наверное, во-первых, это ложь, что не курят. Что не пьют, тут тоже смотря что. Но не так оценивается благополучность, не так, что там не курят и не пьют. Да лучше бы у нас курили бы и пили бы, но людей не убивали. Как ты можешь положить, вот положи на весы, вот сюда положи, курят, пьют, а вот сюда вот что убивают людей просто так. Оцени это, да пусть лучше бы курили бы и пили, чем у нас убивали бы людей за любую критику, за инакомыслие, за политические взгляды, за религиозные взгляды. Пусть лучше бы курили бы и пили. А по поводу бизнеса, это я вообще молчу, как у нас там легко с бизнесом. У нас так легко с бизнесом, что как только ты открываешь что-то более или менее приносящее доход, тебя сразу в данью обкладывают. Пользователя под ником Христианин. Почему в ислам нельзя верить без любви к смертному Мухаммаду? Делать условием веры в вечного Бога любовь к какому-то смертному, это глупость. Насильно заставить себя любить человека, ведь нельзя. И это препятствие для веры в Аллаха. Ислам и есть язычество в этом случае. Привет, христианин. Твоё мнение нас, конечно, очень серьёзно волнует в этом вопросе. И нам было очень важно, что ты по этому поводу думаешь. Но вот у нас так, в исламе является обязательным условием. Любовь к Аллаху и любовь к Его посланнику, мирному условию Аллаха, больше чем любовь к собственным душам, к своим детям, к своим родителям. Это является не волей изъявлением мусульманина, это является условием веры. Обязательно мне нравится любить Аллаха и Его посланника больше, чем вообще что-либо и кого-либо. Если тебе это не нравится, тебя насильно сюда никто не тащит. Ты можешь оставаться там, где ты находишься. Но, пожалуйста, нам не навязывай ничего. Мы уверовали в Аллаха и Его посланника, и мы счастливы. Именно потому, что мы являемся мусульманами. Христианин продолжает. И еще что странно, в исламе молочный брат с сестрой жениться не могут, даже если никакого родства между ними нет. Зато двоюродные брат с сестрой могут. Это же явное противоречие науке и здравому смыслу. Видишь, опять христианин, нам, безусловно, очень важно, что ты думаешь по этому поводу. Но вот у нас в исламе именно так. Поэтому, если тебе это не нравится, ты считаешь, что это какое-то противоречие к какому-то смыслу, никто тебя за уши сюда не тащит. Пожалуйста, оставайся там, где ты находишься. У нас так, да, братья молочные не могут жениться друг на друге, даже если они не родственники. При этом могут жениться, начиная от двоюродных и далее они могут. Именно так. Христианин, правда ли, что Мухаммаду, она была привилегия Аллахом жениться против воли родителей невесты, и что муж должен был развестись, если жена приглянулась Мухаммаду? Или это ложь? Это ложь, христианин, ты нигде никак не сможешь это подтвердить. Конечно же, это ложь. Пророку Мухаммаду, мир ему и усеяние Аллаха, действительно была дана привилегия, но только в количестве жен. У пророка, мир ему и усеяние Аллаха, было по одной версии 9 жен и 2 наложницы, по другой версии их было 11 жен. Поэтому только в этом была привилегия, то есть в количестве, но никак не в том, что ты сказал. То есть против воли и так далее, нет, конечно. А вот, Джонс Джонс, зачитаем. Кого бы ты из себя не строил, душонка, у тебя подло, язык мерзкий. Я не за Кадырова, но твое поведение и слова очень мерзкие, лжешь, как дышишь, пишет Джонс Джонс. Спасибо тебе, Джонс, это твое мнение, оно... Ты имеешь право на то, чтобы так думать и даже, видишь, озвучивать в своем эфире, я тебе даю подобное мнение. Я вот в отличие от Кадырова к критике отношусь спокойно. Ассаламу алейкум, Тумсо. Давай признаем правду. Ты ноль в религии и все твои знания взяты из Гугла. Ты шейх Гугл. Ассаламу алейкум ассалам, митрандир эрландур. Ну, здесь я, наверное, соглашусь с тобой. Я по сравнению с кем-то, я действительно ноль в религии. По сравнению с кем-то, я, наверное, что-то понимаю. Тумсо. Рамзан, как о ваххабитах говорит и об израильтянах, говорит и о русских офицерах, никогда не боялся говорить о преступлениях открыто и без выгоды. Что ты сейчас брыжешь ядом из всех своих щелей? Говорит Горец. Покажи мне, Горец, хоть одно высказывание, где он русских офицеров называл ваххабитами, или израильтян называл ваххабитами. Что ты такое говоришь, Горец? Мы-то прекрасно знаем, кого он называет ваххабитами. Мы-то это все прекрасно понимаем. Тумсо. Рамзан сделал больше любого другого чеченца для своего народа. Ты не можешь просто с этим согласиться. Рамзан сделал больше зла, имею в виду, для чеченского народа, чем любой другой. С этим я соглашусь. Наверное, в истории у чеченцев нет человека, кто сделал бы больше зла для нашего народа, чем семья Кадыровых. Асаламу алейкум, брат. Я хочу быть ученым и занимаюсь грибами, но эти грибы при большом количестве вызывают галлюцинации. Но в малом это отличный допинг. Как кофе и вроде лечит язву. И это мое оправдание. Я не прошу фетву, а лишь твой взгляд на эту тему заниматься этим дальше. Асаламу алейкум. Можно я это тоже никак не буду комментировать? Асаламу алейкум. Какой же ты лжец. Ваххабиты были терпилами. Ты что гонишь? Сотни людей минимум они убили, которые смели против их идеологии выступить. Они даже стариков не жалели. Любой взрослый чеченец знает правду о твоих кумирах. Ну, расскажите эту правду людям. Почему вы тогда даете мне лгать, как вы говорите. Приведите хоть один пример, когда человек был убит за инакомыслие. Это не то, что убить, побить хотя бы. Вот во время, когда мы жили между двух воин, приведите хотя бы один факт того, что человека убили за инакомыслие. Или побили его за инакомыслие. Пришли к ним. Вот Урусмартан. В Урусмартане, как мы знаем, там были у власти прям были те, кого вы называете ваххабитами. Люди, которые не подчинялись тогда даже Масхадову. Чуть ли на грани гражданской войны мы находились. Приведите пример, как они пришли, допустим, кому-нибудь домой в Урусмартане и сказали, так, ты, значит, являешься там приверженцем кадарийского тариката или нахшемандийского тариката. Ну, в общем, что-нибудь из этого. И мы за это тебя сейчас побьем или убьем. Или там какие-то проблемы ему создали. Предъявите такой пример. Вы прекрасно знаете, что ничего подобного вы не приведете. Вы начнете приводить нам примеры, когда в нулевые где-то кого-то там убили. Вот там говорят, Кадыров нам постоянно рассказывает, что там в Элистанжах они пришли, там какого-то старика убили. Он читал Коран, там рассказывает эти свои сказки. Эти сказки вы расскажите каким-нибудь идиотам, которые слушают Кадырова. Никого, никогда за инакомыслие никого не убивали. Даже те, когда во время боевых действий, а вы понимаете, что нулевые это боевые действия, даже тогда, если кого-то и убивали, то убивали не из-за инакомыслия, а за работу на российские спецслужбы. За это убивали, да. Мы знаем много примеров, когда казнили за то, что занимались доносительством российским властям. За это, да, казнили. И неважно было, молодой он или старый, мужчина это или женщина. А на войне как-то иначе бывает. Вы хотите сказать, что во время войны Второй мировой Красная армия, советские солдаты, НКВД, они не казнили тех, кто доносил гитлеровским офицерам? Их не казнили? Не то, что их казнили. Наш народ был обвинен в том, что мы якобы были благосклонны к немцам, и весь наш народ был выслан. Весь наш народ он попытался казнить, этот Сталин. Что вы хотите сказать, что не так как-то действует во время войны? Что мы, в отличие от российских, от советских войск, мы были гораздо более толерантными. Я имею в виду, говоря мы, я имею в виду чеченскую армию, чеченское сопротивление. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok